Адогейский государственный университет и его факультет математики и компьютерных наук. Многие десятилетия прогладывают собственный путь, фундамент свершений, плеяды ярких математиков, взращенные в 70-е годы прошлого года. Здесь родились Республиканская естественная математическая школа, летние математические школы в Горной Легенде, математические смены в Орленке и Сириусе, Кавказская математическая олимпиада школьников. И вот теперь Кавказский математический центр – это выигранный в труднейшей борьбе всероссийский конкурс на право создания научно-образовательного математического центра для одаренных детей. Рождение Кавказского математического центра АГУ благословили известные ученые страны и зарубежья. Приехав в Адыгею на научную конференцию под названием «Осеннее математическое чтение», они не только занялись чистой наукой в кругу своих коллег. Второй по счету, но первой по значению стала задача общения с юным поколением. Слушателями маститых ученых стали не только школьники, уже определившиеся в своих научных предпочтениях, но и те, кому еще предстоит открыть яркий мир лучшей из наук. Вот, значит, ну, собственно, вы знаете, наверное, чем я занимаюсь, если заходили в интернет и следили за мной, да, то есть я езжу, мое главное занятие жизненное состоит в том, что я езжу по территории России и близлежащих стран широкого распространения русского языка, скажем так, и, значит, провожу занятия по математике. Это бывает, да, это называется просветительство, и вскоре оно будет совершенно категорически запрещено, то есть я перед вами выступаю не как государственный преступник, последний раз. С июня уже это будет не так. Да, впрочем, возможно, меня впишут там в какое-нибудь общество знания, и тогда, соответственно, я получу индульгенцию на просветительство. В таком случае я буду и дальше выступать, а мои коллеги будут в тюрьмах гнить. Ну, каждому свое, сами понимаете, что-то поделать, да. Ладно, извините за цинизм. Мы будем продолжать борьбу за просвещение. Вот, итак, что я делаю, когда я приезжаю в какой-нибудь город? Я обычно стараюсь встретиться с широкой интеллектуальной публикой где-нибудь вечером в процессе открытой лекции. Это раз. Открытая лекция выбирается с темой, которая будет именно понятна не профессионалу, ну, то есть как бы какая-нибудь математика в жизни нашей, ну, типичная тема, например, почему нельзя в игре 15, да, если переставить две последние фишки, ничего не меняя, почему нельзя с помощью разрешенных действий привести обратно все в исходное состояние. Это тезис, который у простых людей, да, с которыми я встречаюсь в поездах, самолетах, там, он всегда вызывает некое недоверие, что, может, вы просто недолго как-то думали, вы, ученые, наверное, просто, ну, немножко недоработали, вы мало в нее играли, вот я сейчас поиграю, и я-то вам переставлю эти все, значит, фигуры как надо. Ну, там, если у меня с собой есть пятнашка, я даю, говорю, поиграй. Вот, ну, там человек через некоторое время спадает пафос, такой вот напорный пафос, что он-то знает, ученые-то не знают, но он-то может. Вот, спадает пафос, и начинается уже, вот, мозг открывается не для, как бы, не для наездов, а наоборот для приема в себя информации. Вот это очень важный момент. В человеке открывается, как бы, что-то новое, он начинает принимать, то есть он, он, как бы, по-другому уже относится, ой, человек пришел ему чему-то интересному научить. Дальше я объясняю, ну, вот, понятие инвариант, да, это наше такое главное математическое понятие, инвариант, да, что-то, что вот не меняется при решенных действиях, а требуется, чтобы в начале было одно, а потом другое, да, как вот, иди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что, да, и приноси, да, мы уже будем судить, вот, мы тут осудим то, это или это. Но если вам дано, что есть ноль в начале, один в конце, и ничего не меняется, привет, значит, это делать невозможно. Но вот эта идея, если вы эту идею, ну, вы здесь все математики, но я имею в виду, вот, обращаясь к народу, да, если вот человек из народа эту идею примет, вот одна встреча, один шанс, одна встреча со мной в поезде, на пути, там, из Самары в Челябинск, вот один шанс. И если к концу человек выходит из купе и понимает, что вот теперь он знает, вот, какую-то тайну, какой-то тайный метод, да, которым в школе никто никогда не учил, в школе учили от противного, он даже может помнить, что есть доказательства от противного, от противоположного, да, то есть от того, что что-то предполагается неверным, и дальше выводится, но в лучшем случае человек это помнит. Но понятие инвариант не бум-бум, никто это, никто не знает. Ну и вот он выходит и чувствует, что вот он это самое. Все, значит, моя миссия была выполнена. Все, моя миссия в этом поезде выполнена, точка. Потом, значит, можно рассуждать, зачем это нужно и кому. Но это вопрос ровно такого же, вот, ровно такого же плана, как зачем мы живем. Вот, кому нужно, что мы живем. То есть для меня акт передачи какого-то математического знания от одного лица к другому и есть то, что засчитывается потом, так сказать, в высшем смысле, ну, понятно. Вот, ну это как бы, ну, я думаю, что все присутствующие полностью разделяют эту точку зрения. Любой семинар, проведенный где бы то ни было, в котором люди напрягали свой мозг, все, написан большой жирный плюс. Это зачтено. Да, может быть, потом они все забыли, но они помнят, что это было интеллектуальное напряжение. Для этого вот эти лекции, вечерние лекции для этого. Ну и потом я знакомлюсь с таким как бы психологическим портретом каждого города. На самом деле вот у Шнура есть песня, там много городов у нас в России. Да, ну знаете, пить и репить. Вот, но как бы он со своей музыкальной точки зрения смотрит на дело. А я смотрю с математической, я смотрю на каждый город России, сравниваю их, они все действительно очень разные, у всех разные такие вот социально-психологические портреты. Это вечерняя лекция. С учителями математики я буду говорить, конечно, не про это. Это было введение. Дальше есть две. Две встречи. Встреча одна это со студентами. Я изучаю, ну как бы я это монитор деградации. То есть вот каждый город, особенно если я посетил его с разницей в пару-тройку лет, каждый город представляет этапы деградации образования, а высшее образование, оно деградировало с огромной скоростью, то есть с которой, ну, школьному и не снилось. Высшее, ну, как бы фактически этот процесс завершило. То есть, ну, там в каком-то нормальном смысле слова в России несколько вузов, и они все в Москве и в Питере. Ну, и может один случайно в Новосибирске и в Майкопе, да? Вот. И все, да? В остальных вузах как бы ничего не происходит. То есть приходят студенты, ничему не учатся, сдают экзамены все на пятерку, естественно, как вы догадываетесь. Тут не номер, да, это сделать. Вот. И дальше ректора отчитываются, что все хорошо, дистанционный формат прямо еще углубил, да, понимание. Ну, тоже здесь не о политике речь, все всем понятно. Вот. Ну и, наконец, мы переходим к самому главному. Самое главное — это встреча со школьниками. Вот. И вот это вот как бы встреча, да, то есть, ну, вот один — это взрослое население. Взрослые. Вот. Такой интеллектуальный срез города Н. Потом идет студенческий срез. Ну, там всегда, там всегда все грустно. Но, тем не менее, тем не менее, если, как бы, если на студенческую встречу мне никого не сгоняли, понятно, да, целыми группами, то, как правило, все равно есть несколько студентов, которые чрезвычайно внимательно следят, которые понимают, которые сами получают образование вопреки своему университету. Ну, понятно, в интернете есть каких-то курсов. То есть, они занимаются своим образованием. Ну, как бы, я сейчас всех призываю к тому, что есть некий, понимаете, вот, некий максимин. Ну, говоря там языком знакомым многим из вас. Можно максимизировать степень своего образования даже при условии, что все играют против вас. Вот, то есть, вы выходите, как бы, на, соответственно, личную траекторию. Для вас ваше образование, это ваше личное дело становится. И после этого, в принципе, вы кладете с прибором на все, что делает Минобор. Это уже не важно для вас, потому что вы лезете в интернет. Впрочем, с 1 июня могут заблокировать там каналы, где это... То есть, возможно, следующие этапы борьбы уже, как бы, это тоже обрежут. Но пока, пока будем оптимистами. Пока в интернете есть все, что нужно для вас. Вот, ну и, соответственно, среди студентов всегда есть какое-то количество таких вот увлеченных. У них даже группки есть в некоторых городах, там, маленькие группки, в которых все хорошо. И это, как бы, тем круче, потому что это вопреки происходящему, да, то есть, вот эта группа студентов. Да? Секунда, и все начнется. Вот, сейчас, 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 сейчас. Ну, да, все, переходим, короче, к теории групп. Вот. Треть, это школьники. И я отправил здесь, значит, здесь две стрелочки. Вот это обычная школа, а это мат-класс или мат-школа. Ну, мат, короче, мат. Мат-школьники, так скажем. Ну, и, в общем, я думаю, что вы догадываетесь, что вот это, как бы, небо и земля. Вот, просто совсем небо и совсем земля. То есть, если я получаю аудиторию обычных школьников, то в самом лучшем случае, который только есть, она слушает и пытается понимать. И оказывается, что, ну, вот степень понимания, ну, она ограничивается заученными просто некоторыми формулями, которые они могут помнить, но они обычно там как бы как... Вот представьте себе, что вы должны произнести фразу на незнакомом вам языке. И вам выдали... Как это называется? Транскрибация, да? Нет, русскими буквами... Транскрипция, да? Ну, русскими буквами вот это вот. Транслитерация. О, вот, вот что. Именно. Транслитерация. То есть, у вас перед вами на экране написана вот такая фраза, которая... Ну, вот меня, например, научили. Кто понимает здесь присутствующих? Есть кто-то, кто понимает? Есть из Татарстана кто-то? Нет? Татарстана нет? Ай-яй-яй, значит, я не тот язык выбрал. В общем, я заучил несколько таких фраз, но вот в таком же ровно смысле обычные школьники заучивают несколько формул и иногда произносят немножко не те слова, и это их совершенно не беспокоит. То есть, от этого их понимание формул никак не меняется, а формула полностью лишает всякого... Ну, после этого лишена всякого смысла. Здесь я пытаюсь рассказать хоть что-нибудь. Ну, то есть, взять там тоже Атсахи какую-нибудь задачу. Ну, все видели, наверное, знаменитые эти всякие... Насколько далеко видно с горы. Или другие там с тем, как планировать переезды в городе. Какая-нибудь там задача комбиважора в простейшем виде. Ну, в общем, что-то, что... Что-то, что, опять же, вызовет в них какую-то интеллектуальную работу. И этим цель может... Как бы на этом цель всегда завершается. То есть, это вот все. А вот здесь... А вот здесь теория групп. Вот здесь. Вот здесь теория групп. То есть, я долго думал над тем, что есть квинтэссенция. Ну, вот школьного математического такого образования, нормального. И я понял, что везде все равно лейтмотивно идет теория групп. То есть, как ты ни крути, из всех сюжетов она возникает. Ну, вот с чего я могу начать лекцию, если я веду ее в каком-нибудь городе, городе, где есть математический класс, или математическая школа, или просто сильный учитель, который на кружке занимается с этими школьниками. Здесь у нас все очень хорошо, на самом деле. До этого было много пессимизма, да, в том, что я говорил. Вот здесь начинается оптимизм. По России сотни таких мест и кружков. Даже, я бы сказал, не одна сотня. То есть, это очень много мест по всей стране. И там, и сям есть дети, занимающиеся всерьез, либо, значит, с учителем, либо прямо в школе, с группы учителей, да, либо это мат-школа, либо это мат-класс. И дети это гораздо более, так сказать, серьезные, чем просто набранные среднестатистические. Ну, и там начинается разговор примерно со следующего. Я, ну, это, естественно, там, тема лекций варьируется, вы найдете много разных лекций в интернете. Ну, вот я нарисую, сколько угольники я сейчас собираюсь рисовать? Видимо, девяти, да, судя по... Так, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, допустим, это правильный. Ну, не получился, да, правильный? Ну, в общем, правильный, да. Сойдет, да. Вот, такой вот у нас получился. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девятиугольник. Вот, и я спрашиваю... Сейчас, или уже десяти? Уже десяти. Ну, ладно, ну и пусть будет десяти. Вот. Я задаю следующий вопрос. Я сейчас предлагаю такую игру школьникам. Вот он вырезан у меня из бумаги, и он лежит у меня на столе. Так? Дальше я закрываю глаза. Я закрываю глаза. Вот, я закрыл глаза, а школьники что-то с ним делают, с этим листом бумаги. Ну, в смысле, с этим многоугольником. Дальше я открываю глаза, и не вижу никаких изменений. То есть я вот открываю, а он опять лежит так же, да? Вопрос. Что именно они могли с этим сделать? Вот такая игра. Игра, вводная в теорию групп. Ну, и в любом, значит, городе, где эта игра происходит или может происходить, школьники очень быстро задают один ключевой вопрос. Какой? Да. Правильно ли я понимаю, спрашивает школьник, что обратная сторона многоугольника покрашена тем же цветом? Понимаете, да? Это ключевой момент. Ключевой. Потому что, если она покрашена другим, то остается всего лишь их вертеть. И больше ничего. А если она покрашена тем же цветом, то у них есть еще и опция. Его вот хорошо... Ну, 10... Нет, ну 9 тоже было бы хорошо, просто чуть-чуть по-другому. А давайте рядом нарисуем 9, потому что здесь чуть-чуть ситуация разная. Значит, 9 у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, да? Так. И вот в 9-ти угольнике все оси переворачиваем, да? То есть у нас как бы есть опция вертеть, есть опция перевернуть. И если у нас четноугольник, если N четная у нас, то у нас есть две принципиально разные оси, а принципиально разные визуально. Вот. Они... И это оси, которые проходят через противоположные вершины, и оси, которые проходят через противоположные середины сторон. И та, и другая ось годится для того, чтобы вокруг нее перевернуть, чтобы я ничего не заметил. Если многоугольник покрашен одинаково... Нет, водоориентацию как раз зависит от покраски. Я имею в виду, например, небольшой наклон, это то же самое. Нет, 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 я должен ничего не заметить, у меня идеальное зрение. То есть вы еще и привязываете его, например, к рамке стола, на котором... Ну, это бесконечный во все стороны стол. Тогда я в любом случае ничего не замечу, что вы делали. Не, ну если я его поверну... На 2 градуса. Да, то я, конечно, замечу. А, ну, видите. Нет, нет, я и говорю, что у меня идеальное зрение, я отслеживаю углы даже совсем маленькие. Что не поменялось, это бы даже не сдвинулось. Да, да, да. Это именно внутренняя симметрия, внутренняя полностью. Ну, как бы, вот я на него смотрю, вот он лежит и все. Ну, вот я посмотрел, он так же лежит. Ну, да, можно сказать, что я вижу эту оси 2. А по словам задачи сказано, что вы можете открыть глаза в любой момент? Нет, 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 только тогда, когда они разрешают. Тогда что мешает им, не знаю, убрать на другую часть стола, а потом вернуть? А потом вернуть? Правильно. Отличный вопрос тоже возникает. Значит, смотрите, я называю это так. Возможно, это, на самом деле, возможно, это оскорбит физиков и вообще неверно. Может быть, даже то, что я объясняю, может быть, неверно. Но я говорю так, что есть движение в физическом смысле слова и движение в математическом смысле слова. Движение в физическом смысле слова — это процесс, который происходит. Вот самолет из Москвы летит в Сочи. Вот он летит, он берет и летит. И в каждый момент времени Т, каждая его точка занимает какое-то положение. Мы записываем это там несколькими координатами от времени, зависящими, ну, движение, да, движение тела. Вот. И если он потом развернулся, полетел обратно и встал в исходную позицию к исходному, значит, выходу, то через 2 дня я, соответственно, ничего и не заметил. Он мог пролететь незаметно для меня. Вот. Это физическое понимание движения. Я объясняю, что математики движением называются только изменения в конечный момент по сравнению с начальним. И вот об этом мы сразу договариваемся. Потому что там в физику лезь. О, кто я такой? Да меня там и забьют камнями сразу. В физике. Я попытался полезть в физику. Ну, то есть я на самом деле время от времени лезу в физику. Есть такой Дима Епифанов. Он, значит, подвязался на канале Маткульт. Привет, учить меня в физике. Обычный комментарий в наших математических роликах, на Маткульт, привет, такой. Очень быстро я ставлю на половинную скорость, и тогда что-то начинаю понимать. Ролики по физике комментируют. Приходится удваивать, потому что Салатеев все время тупит. То есть как бы в точности все наоборот происходит. Как с физикой я сразу туплю ужасно. Поэтому к физикам я лучше и не полезу. Это не мое поле, там меня сразу побьют. Да еще и они умные, в отличие от представителей многих других наук. То есть там как бы туда вообще не стоит залезать, ну там типа вот так с шашкой наголо, не стоит. Туда не надо. Вот. Ну вот так, значит, теперь как бы мы вот договорились. Да, вот вся эта дискуссия, она всегда происходит. Вот то, что вы спрашиваете, всегда спрашивают школьники, да. Первый вопрос это вот могу ли я перевернуть? А второй вопрос, а вот я подвигал и вернул. И ну вот тут совершенно четкие два ответа, которые ситуацию, ну сложность ситуации минимизирует. То есть, ага. А если я повернул, подвигал и вернул? Ну да, я ничего не заметил. Ну то есть это другое относительно поворота или нет? Нет, в смысле, что если он проделал несколько операций. Несколько операций плюс в том, что это операция, которую мы считаем недвижением. Да, я понимаю. То есть, на самом деле, с той стороны другой цвет. И он один раз перевернул, а потом относительно кого-то другий, другой. Да, я ничего не заметил. На выходе же тот же цвет наверху, значит, я ничего не заметил. Да, это очень хороший вопрос тоже. Тоже часто обсуждается. Но на самом деле, после того, как мы договорились, что я сравниваю только конец и начало, это уже не очень важно. Но тем не менее, вопрос повторяемых действий — это ключевой вопрос для теории групп, естественно. Потому что если я сделал какое-то действие, дальше я пытаюсь, значит, вот дальше что мы делаем? Я пытаюсь объяснить, что если я произвел, если вы произвели какое-то действие, я закрыл глаза, вы произвели какое-то действие, я открыл глаза, ничего не увидел. Потом я снова отвернулся, вы произвели какое-то действие, я открыл глаза и ничего не увидел. то в результате, если я не открывал в середине глаза, то я тоже, естественно, ничего не заметил. Это соответствует ключевой концепции в теории групп о том, что можно два элемента группы, в данном случае это преобразование моего многоугольника, выполнить одно за другим. Договоренность, которая используется примерно с 50-х годов, историки математики меня поправят, состоит в том, что мы читаем их справа налево, по-арабско-еврейски. То есть нужно сначала применять то, которое справа, а потом то, которое слева. Вот такой порядок. И как бы идея какая, что вы на самом деле хотите узнать, это же преобразование, да? Ну а что такое преобразование? Это довольно сложная штука. Это, опять же, ноу-хау для вас. Вот если вы захотите со школьниками вашими работать, смотрите, что они понимают. Смотрите, что они понимают. Они понимают так, что вот здесь везде стоят солдаты. Вот они везде здесь. В каждой точке солдат. И они дают солдатам, ну я как бы их не различаю, для меня это одинаковые солдаты. Но для них это именные солдаты, и они дают им команды, что делать. То есть преобразование — это список команд, которые выдаются точкам солдатам. Поэтому преобразование — это такой как бы приказ для полка. И теперь понятно, что мы как делаем? Вот даем какой-то приказ для полка. А потом приходит другой начальник, да, майор. Ушел, пришел полковник. Он дает новый приказ полку, да? Он приказ, но он как бы... Полки, тут такая возникает сложность. Она неизбежная, в принципе, меня закидывают письмами, когда вот это начинают... Ну, примерно там несколько десятков учителей ведет со мной постоянную переписку. Они в своих кружках пытаются вести вот примерно занятия в соответствии с этими всеми делами. И, соответственно, преобразование у них всех в центре внимания, как и у меня. И они спрашивают, Алексей, как... Школьники всегда путаются. То есть вот я взял, вот здесь сидел у меня Иванов. И он получил приказ повернуться на 36 градусов, да? Ну, в данном случае, очевидно, да, может быть такой приказ. Повернуться на 36 градусов относительно, соответственно, этой оси. Следующий дает приказ Иванову, который уже в этой точке, или Петрову, который пришел туда, где жил Иванов. Опять же, пока мы не договоримся об ответе на этот вопрос, продолжать невозможно. У школьников в голове полная каша. Вот здесь, что вообще, как бы, лирическое отступление. Что препятствует полнометражным занятиям по теории групп? То, что несколько мест, где может возникнуть совершенно безумная каша. И достаточно пары таких мест, чтобы школьник дальше ничего не мог понять, на самом деле, реально. То есть он просто путался бы. И вот первое место, которое я сразу замечаю всюду, это что мы... Вот следующий приказ будет даваться месту, где стоит человек, или имени, которое сдвинулось. Всеобщая договоренность абсолютно всех математиков на эту тему ровно одна. Приказ дается месту на координатной плоскости. То есть я приказываю... Следующий будет приказывать... Эй, ты, солдат, стоящий около этой мусорной ямы. 36 градусов сюда. Понятно, да? Мусорная яма не изменится. Она не изменяет свое положение. То есть именно так. Не ты, Иванов, который был здесь, да? А человек, который стоит здесь. И тогда понятно, что произойдет с Ивановым. Он получит вначале приказ двинуться сюда, а потом он осознает себя человеком, стоящим рядом с вот этой елкой, с каким-то номером, да? И следующий приказ, например, получит... Эй, ты, человек, стоящий в этой точке, прыгни через вот эту прямую. И он прыгнет через эту прямую. Потому что он, Иванов, теперь стоит здесь. Соответственно, он в результате совершит два таких перехода. Каждая точка в результате совершит два таких перехода. Понятно, да? На этом этапе нет вопросов? Здесь очень важно объяснить это школьнику. Да? Вопрос может быть совершенно диоский. А есть ли разница с точки зрения... Можно ли привести хоть пример, когда будет разница между таким способом отдания команды и таким способом отдания команды? Ну, конечно, вот если в случае вращения разницы и нет, то в случае, когда вы отражаетесь, уже обязательно есть. Потому что вот если такая прямая, то ясно, что вот эта точка вот так изменит свое положение всего лишь. А эта точка вот так изменит свое положение, и это уже огромная разница. Да, Алексей, я тоже есть такой вопрос. Появляется ли на каком-то этапе в ваших рассказах слово группа, термин группа? В какой-то момент да. В какой-то момент да. Ну, нельзя совсем скрыть от них. Вот на данный момент сейчас вот то, что... Абсолютно. Но, к сожалению, у нас не то чтобы хорошо, но более-менее себе представлял такую группу. И сейчас я сомневаюсь в этом, потому что сейчас я понял, что группа — это когда Алексей... Ну, как Высоцкий открывает глаза, ничего не изменит. А вот в чем проблема. То есть, что опять с элементами... Да, это нужно постепенно. Значит, мое представление о ситуации примерно такое же, как у Германа Вейля. Большая честь, да? Ну, как бы. Я просто его книг насчитался. Вот. И представление Германа Вейля такое, что группы без группы преобразований видеть нельзя, на самом деле. Ну, как бы, это... Все равно исходно исторически это было именно так. Ну, Галуа вводил это понятие, потому что это были перестановки корней уравнения, которые не меняют его вид. Ну, то есть, это все равно... Ну, как бы, перестановки — это преобразования. Группа изначально у нас в интуиции заложена, что это группа преобразований. И поэтому именно так и надо. Надо постепенно к этому поводить. То есть, мы сейчас, следующим этапом, когда мы уже договорились вот обо всем этом, я предлагаю им выписать в список все преобразования, которые они могут сделать, чтобы я, открыв глаза, ничего не понял. Ну, и дальше очень быстро, конечно же, они восстанавливают. Если цвета разные с той стороны и с этой, то они пишут все повороты. R36, R72, R108. Ну, и понятно. То есть, это 10 поворотов, 10 поворотов на углы, кратные 36 градусом. Десятый — это ID. Фактически, проворачивание на 360 и ничего не делан я. Я не различ... Ну, ни я не различу, ни они по результату уже не различат. То есть, никто не различит. Если солдату дан приказ обойти полностью по кругу и вернуться в исходную точку, то с точки зрения математики солдату никакой приказ не дан. Дан приказ стоять на месте. Вот это вот тоже надо почувствовать разницу, да? В физике это не так. В физике солдат устал, он потратил свои силы, да? А здесь он все равно, что не двигался. Для математики это не важно. Соответственно, у нас получается 10, значит, ну, давайте 0 — это ID. R0 равно ID. Да, я всех учу вот этому. Я люблю вот это ID, да? ID. Ничего не делали. Identity или как там это? Ну, короче, идентично. Положение не менялось, идентичное тому, которое было. Вот. И потом пошли вот все остальные, и девятый будет вот R360 минус 36, 324, да? Если я правильно посчитал. Ну, и здесь, конечно, нужно градусы, либо нужно заменить на пишки. Если заменить на пишки, то, соответственно, это R0, это Rp на 5, это R2p на 5, это R3p на 5, так далее. R9p на 5, да? Вот. А если цвет все-таки другой стороны тот же самый, то? То еще сколько? На что-нибудь одно. Да. Еще 10, да. Еще 10, значит, тут еще будет 10, 11, так далее, 19. Ну, понятно, что если правильно номеровать, получится ровно 20 движений. Что это за 10 дополнительных? Ну, понятно, это все отражения. И в случае четности у нас получается 5 отражений относительно середины перпендикуляров и 5 относительно проходящих через противоположные вершины. В случае нечетном это все одно, потому что каждая из осей, блин, они все через одну точку должны проходить у меня, вот. А каждая из осей проходит через одну середину и одну вершину, вот. Ну, соответственно, S там, ну, если прямые эти L1, L2, так далее, L10 напечатать, то это значит SL1, SL2, так далее. SL2 не путать с названием группы SL2, да? Наверное, лучше даже M назвать, чтобы не было точно никакой путаницы. Вдруг тут, тут прошаренные-то есть, я вижу, поэтому у них сейчас возник... А? В 9-еугольнике. Да, правильно, нет, это я к десятиугольнику, вот. А в 9-е... А на картинке тоже есть. 9, а тут 10, 11, так далее, 18. Да, здесь 9, конечно. Вот здесь, да блин. Ну, короче, здесь M1, M2, да. Спасибо. Спасибо большое, да. Все правильно, это вообще нет больше. Вот, SM10, вот. Это относится к вот этой картинке. Ну, дальше начинается, как бы, вопрос. Дальше начинается, на самом деле, вопрос, к которому по-хорошему надо подходить через серию задач, несколько, ну, как бы, несколько упражнений самостоятельных. Вопрос такой, что больше ничего нет. То есть интуитивное понимание, что не существует никаких движений плоскости, которые бы оставляли на месте N-угольник, и не входили означенные два списка, не существует. В принципе, это теорема, конечно. Теорема, это надо доказывать. Ну, просто вот балды, по сути. Надо ее доказывать. В общем, ну, как бы, если для треугольника еще существуют некие ухищрения, такие чисто... Ну, для треугольника существуют ухищрения, связанные там с тем, что у нас диаметр достигается... Что такое диаметр фигуры? Это длина самого большого отрезка, который целиком лежит внутри фигуры. И диаметр треугольника, это длина любой из его сторон, все прочие отрезки меньше длины. А значит, при любом движении вот эти вот отрезки, они как бы переставляются местами друг с другом. А следственные вершины тоже переставляются местами, им некуда просто деться при движениях. Поэтому с треугольником можно довольно быстро понять, что это вот здесь все движения, которые его сохраняют. Это как раз группа S3, которая состоит из шести подстановок. Ну, короче, я, значит, вот здесь их могу все перечислить. Три транспозиции и три поворота, включая тождественный поворот. Это у нас здесь. Но дальше как бы надо соотнести это вот с этим. И понятно, что транспозиции отвечают за как раз перепрыгивание вокруг прямой. Их тут три прямых будет. И вот уже на самом деле еще группы нет, а уже изоморфизм есть, заметьте. У нас еще нет никакой группы. Мы еще даже не рассказали школьникам, что такое группа. Но уже есть изоморфизм двух совершенно разных групп, а именно перестановки, это вещь совершенно понятная. Перестановки, вы просто говорите, вот вам список из каких-то символов, и вы эти n символов, вы внизу записываете в другом порядке. Ну, сколько таких перестановок, если n символов? Только все, кто знает, молчат. Ну, тогда все молчат, да? Ну, ладно, всем понятно, что n факториал. То есть, в принципе, я могу под этим списком написать в любом порядке этот же список. n факториал способами. Ну, а дальше как бы интересно то, что можно теперь, можно их скомпоновать, да? То есть, взять, ну, фактически это же, что такое? Это опять, опять это преобразование, да? Это преобразование множества из n элементов конечного. Вот. Какое-то взаимно однозначное соответствие, биекция, да? Конечное множество на себя. Ну, и я могу выполнить их тоже вот в таком порядке, один за другим. 1, 2, так далее, n. Тут там какие-то g1, g2, так далее, gn. Ну, как это сделать? Я ищу место положения единицы в новой подстановке. Как я буду его искать, да? Мне нужно найти положение каждого солдата. У меня теперь n солдатов. То есть, это как бы опять n солдатов есть. Там было бесконечное, континуальное количество солдатов. Ну, каждая точка, да? Ну, гугольник был солдатом. Ну, континуум солдатов, что-то такого. В принципе, когда вы увидите издалека какой-нибудь там запрещенный митинг, да? Там примерно континуум участников. Ну, вот, это сразу видно, да? Из этого. Вот. И дальше по этому спору о том, тысяча или миллион, ну, какая разница, это континуум, по сути, просто его там дискретное приближение. То есть, с точки зрения математики, это пустые споры там, вот, оппозиции, власти. Сколько там человек было. В принципе, континуум. Ну, а дальше там, как смотреть, как огрублять. Вот. Ну, а здесь что? Я ищу, куда перешел. Вот этот пошел в E1. Так, как мне найти, куда перешел в E1? Надо его здесь отыскать. Потому что это перестановка тех же самых символов. Я прошу прощения у всех, кто это отлично знает, но просто, так сказать, для тех, кто, мало ли, может, подзабыл, что такое подстановки, если такие здесь есть. Значит, мы должны найти E1 в этом ряду. Вот оно где-то тут нашлось. Вот. Ну, и он, оно было, ему был дан приказ вот сюда перейти, да? Ну, вот, соответственно, в результате 1 перейдет туда, куда здесь перешел E1, какой там ЖК, да? E1 на каком-то катом месте стоит E1. Тогда он перейдет в ЖК. Ну, и также я найду место нахождения каждого из остальных, и очевидно, что взаимноднозначные два, ну, два взаимноднозначных отображения после компоновки друг с другом дадут тоже взаимноднозначное отображение. Вот. Значит, что теперь следующий этап? Хорошо. Мы уже увидели на самом деле, да? Можно начинать даже с треугольника. Если у вас какой-нибудь там шестой класс, лучше вообще с этими десяти и девяти не связываться. Начинайте с треугольника сразу. Не ошибетесь. Вы начинаете с треугольника. Вы видите, что есть шесть преобразований, которые его не меняют. Это три поворота и три отражения. А с другой стороны, довольно быстро понятно, что это перестановки вершин. Значит, соответственно, у нас получается взаимноднозначное соответствие между перестановками трех вершин и преобразованиями плоскости, которые не меняют треугольник с одинаково покрашенным низом и верхом. Вот. Но это не просто взаимноднозначное соответствие, что там шесть и там шесть. Потому что, например, поворотов шестиугольника вот такого, если я покрашу разным цветом его низ и верх, поворотов шестиугольника тоже шесть. Но это не те шесть, что и здесь. Это более тонкая разница, чем между множествами просто по подсчету элементов. Из теории множеств, да, соответственно, у нас получается просто, ну, раз два конечных множества одного количества элементов, значит, они допускают объекцию друг на друга. А здесь, здесь все сложнее, потому что я хочу, чтобы выполнение операций тоже сохранялось. То есть выполнение операций были согласованы там и там. Что это означает? Что означает, что выполнение операций согласовано? Это значит, что если я взял две перестановки на трех символах и выполнил вот такую с ними операцию, так, ну, например, 1, 2, 3, 2, 1, 3, скомбиновался с 1, 2, 3, 2, 3, 1. Что у меня получается? 1, 2, 3, 1 приходит 2, 2 в 3, то есть это в 3. 2 в 1, 1, 2 это 2, 3 в 3, 3 в 1, в 1. То есть если я выполнил вслед за транспозицией, меняющей местами 1, 2, поворот, ну, ой, тьфу, извините, циклическую перестановку 2, 3, 1, то я получил транспозицию 1, 3. А теперь посмотрим, что происходило с треугольником. Вот это соответствовало отражению относительно оси, значит, если 3 на месте, значит, относительно вот такой вот оси, да, которая проходит через троечку. Дальше. 1, 2, 2 в 3, 3 в 1. Это поворот на минус 120, то есть на 240. Ну, мы, понятно, против часовой стрелки считаем положительными. А что такое 1, 3 местами? Это вот это вот, вот это переворачивание. Так вот, ручками проверяйте, что то же самое будет, если вы выполните вначале вот такую транспозицию, а потом вот такой поворот, то есть вот такое вот, как бы, отражение, а потом вот такой поворот, то у вас получится ровно вот такое отражение. Это и называется термином изоморфизма. То есть ничего, как бы, страшного здесь нет. Просто оказывается, что вы элементы вот этой во множество преобразований, ну, уже будем говорить дальше, группы, да, группы преобразований, группы преобразований, которые сохраняет треугольник, назвали немножко по-другому, назвали терминами перестановок, именами перестановок, да, вы переименовываете, переименовываете элементы одной группы элементами другой. Но нужно, чтобы никто ничего не заметил. Опять, идея какая? Никто не должен ничего заметить. То есть вы переименовали, и они так же друг с другом спариваются, как спаривались те. То есть поименно получилось, что какие бы ни взять, там вы их спарили, потом переименовали, или вначале переименовали, а потом спарили, одно и то же должно быть. Это и есть требование, которое называется изоморфизм групп. Ну, собственно, вот тоже ничего такого безумно сложного в нем нет, тут сложен язык. Вообще, как бы, можно небольшое отступление, да? Я, значит, я недавно имел разговор с одним крупным бизнесменом, который настаивал, что не нужно это все изучать, это бессмысленно все изучать в школе, потому что все равно будет изучаться в ВУЗе. И как это, я не могу, я не знаю, с чем еще я настолько не согласен, вот всей своей душой, да? Потому что я помню, что попав, я довольно сильно разгильдяйничал в 57-й школе, далеко не все листочки прорешивал хорошо. И вот листочки, которые были связаны с теорией групп, я прорешивал плохо, и выйдя во втором курсе туда, я получил такие, как бы, вот обычно мои там сверстники, одноклассники по 57-й школе, там, или кто-то, кто в других городах занимался хорошо в школе, они легко этот весь глоссарий, да, съели. Там, сотня термин, вот если ты начинаешь с теорией группы, у вас сотня термин сразу сваливается на вас. Вот, а я его ел долго, тяжело, выплевывал, снова ел, ну, то есть, как бы, мне очень сильно не хватало этого в школе. Это акцент, да, ну, в данном случае виноват был я, и больше никто. Но если у школьников не было и шанса даже это увидеть, да, если это из школы убрать, то это означает, что на них это будет сваливаться сразу в ВУЗе. И те, кто просто медленно соображают, не смекливые олимпиадники, а те, кто медленно, нормально, как Андрей Михайлович Шригородский, понимаете, шаг за шагом, да, вот, ну, он не обидится, он как бы, он сам говорит, что он именно такой человек, пошаговый, да, пошаговый. И таких людей довольно много, которые пошагово, медленно, без всякого олимпиадничания, приходят куда надо. У меня был одноклассник, я думаю, что два года назад я рассказывал, это уже Баян, одноклассник, который из каждой олимпиады приходил с одной или двумя решенными задачами из шести. Я решал четыре, пять или даже иногда шесть, в принципе, очень неплохо решал. А он решал очень мало. Но спустя неделю, вот я, например, решил пять, у меня лежит шестая задача, я плюнул на нее и дальше поехал. А он ее добил, он через неделю говорит, все, я все решил. Как, говорит, шестую тоже решил? Ну, конечно, говорит, вот я вчера весь день ее решал. Понятно, да? То есть человек проработал все, он очень хорошо, так сказать, и серьезно продвинулся впоследствии в жизни, ну, в науке там и вокруг. То есть это на самом деле олимпиадный склад ума, это абсолютно не обязательно. Вот это, что быстро-быстро-быстро смекнул, это спорт, спорт. Но это не обязательно условие для науки. Тут скорее именно важна какая-то постепенность. Вот если такой человек отстал в УЗИ, потому что на него сразу спалилось, не сдал и вылезет, обидно. Он мог, а он не сдал. Поэтому я категорически с этим не согласен. На это нужно переносить школу. Так что все эти термины можно съесть постепенно. Ты съедаешь, съедаешь, и все у тебя пошло. Переварилось. Короче. Вот. Ну, идем дальше. Значит, следующая, понятно, непосредственно групповая идея, непосредственно всяческая групповая идея, которая в перестановках понятна, но в отображениях ее надо осознать. Я ее просто договорю, что когда я закрывал глаза и открывал посередине, и ничего не менялось, то если я эту стадию пропущу совсем и открою в начале и потом, то я тоже вижу, что ничего не изменилось. Это в точности означает, что если я возьму композицию двух преобразований, сохраняющих данную фигуру, то получится преобразование, которое сохраняет данную фигуру. Но это, собственно, главное, первое, что лежит в определении группы. Что такое группа? Это некоторое множество, на котором заданы композиции любых двух элементов в любом порядке. И не обязательно, что они дают один и тот же результат. Упражнение для тех, кто подзабыл, попробуйте вот это сделать в обратном порядке. Зуб даю, что будет другое. Там только вот эти... Вот эти группы, в них максимум не коммутативности, которые только можно в эсенках. Вот. Поэтому как только вот, так сказать, какая-то там транспозиция с поворотом стопудово никогда не даст то же самое, что наоборот. Ну, потому что я просто знаю, как она выглядит в уме, поэтому я зуб даю. Но вы проверьте. Вот. Два поворота нет. А вот два поворота нет. И я имею в виду вот эти, да. Да-да-да-да-да. То есть максимум, как только возможно, ну вот не нарушая законов здесь. Так, так вот. Ну, это, так сказать, это первый, да? Первая идея. Вторая идея групповая стоит в том, что есть элемент, который ничего не меняет при спаривании. Ну, совершенно очевидно. Тут не надо ничего добавлять, да? То есть первая, даже сложнее, идея, что можно взять композицию, до нее надо вот допереть через то, что я закрыл глаза посередине, или я их не закрывал. А вот вторая идея, что есть нечто, которое нейтрализует все, ничего не меняет. Ну, пришел командир, сказал, стоим на месте. Понятно, что он мог сказать это после команды, другого человека. А мог сказать это до команды другого человека. Не так, не так, ничего не изменилось. Результат будет, как скомандовал тот другой человек. То есть идея нейтрального элемента группы, она совершенно понятна из этой картинки. Обратный. Следующее требование. Ну, ассоциативность верна для всех преобразований. Про это лучше поговорить, может быть, даже до того, как и говорить про это. То есть то, что вообще любые отображения, любых множеств, если взять подряд три отображения, а перешло в б как-то по какому-то приказу, все элементы отсюда, какие-то элементы сюда, B, F, C, C, F, D, то здесь неважно, вот так или вот так, в каком порядке, потому что речь идет о каждом конкретном человеке, который пошел вначале так, потом так, потом так. Даже для соответствия. Даже для соответствия, да. Вот. Ну вот, тем самым, значит, ассоциативность у нас как бы есть по факту. Кстати, потом в конце, когда у меня останется минут там сколько-то, я приведу пример, когда как раз ассоциативность абсолютно не очевидна. Да что ты? А сколько у меня времени? А у меня сколько вообще времени? А, до часу. Не, ну если половина прошла, как может конец близок? Это начало близко? Да, не-не-не, ну еще вон, еще целая доска. Как это конец близок? Не, не-не-не. Да. Больше числа? Да. Вот. Так, блин. Вот. Итак, у нас есть ассоциативность, у нас есть нейтральность, ну у нас есть композиция, это раз. У нас есть нейтральный элемент. У нас есть ассоциативность. Чего нам не хватает? Обратного элемента. Это последняя аксиома группы. Последняя аксиома, что существует для любого. Обратно. То есть то, что его нейтрализует. Но здесь это совершенно очевидно. Если пришел там полковник Иванов и дал приказ всем так, а потом пришел там генерал Петров и сказал полковник Иванов, дурак! Стать всем назад! Да? Понятно, что в результате ничего не изменилось, да? То есть он дал каждой точке приказ вернуться, ну вот тому человеку, кто он здесь находится, вернуться туда, где он был. То есть совершенно тоже очевидно, что у любого преобразования такого, да, вот взаимоднозначного, как здесь, да, у нас движение, движение, это отдельная проработка школьника должна быть, чтобы он понимал, что движение это взаимоднозначное преобразование. Вот. А вот таких преобразований, конечно, есть всегда обратное. Просто все вернуть назад, все сделать наоборот. Ну и вот мы приходим к группе. Группа. Это называется группа Диедра. Ну, как все, конечно, здесь присутствующие знают. Это не фамилия. Я думаю, что это не фамилия, хотя я несколько раз совершал такие ляпы в интернете, что потом мне было стыдно. Но все-таки в данном случае, видимо, Диедра это... Ну вот Ди, видимо, это тоже два списка есть. Скорее всего, как-то с этим связано. Ну, потому что и Полиедр образован, так что точно не фамилия. Ну да, 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 да. Полиедр и Диедр это термины. Вот. Ну и закон в ней такой как бы довольно хитрый. Во-первых, она не коммутативная вообще совершенно, да. В ней есть замечательная коммутативная подгруппа. Еще один термин, который тоже можно привить. Подгруппа вращений. Да, что я дальше спрашиваю у школьника, у школьников? Вот у меня есть ID, она же R0, у меня есть R пи на 5, у меня есть R 2 пи на 5, у меня есть так далее, у меня есть R 9 пи на 5, и все. У меня больше ничего нет. Я его спрашиваю, на что это похоже? Особенно если я знаю, что при повороте углы что делают? Складываются. Конечно! Это просто в точности, опять слово изоморфизм я употребляю в этом месте, изоморфно Z по 10Z. Только аккуратно, здесь надо написать вот этот вот плюсик, потому что если я его не напишу, то возникает вопрос, не имею ли я в виду случайно остатки по модулю 10, которые умножают друг на друга, там надо провести определенную работу, чтобы очистить эти остатки от лишних элементов, после чего там тоже возникнет некоторая группа. Но об этом чуть-чуть позже, через несколько минут. Да, на обсуждение сколько? Минут 20 оставим? Или как? То есть... А я не очень далек к концу. Но это нормально, да? 20 минут на обсуждение порядок, да? Вот. На самом деле я не очень далек, я просто хотел там, ну вот, 5. Вот. И опять же, смотрите, опять же, лейтмотив, лейтмотив. Берем здесь два поворота, совершаем их, вот, например, на угол 2π на 5, а потом, в данном случае, неважно в каком порядке, это очень хорошо, эта группа коммутативная, потом совершаем на 4π на 5. Ну и понятно, что вот туда и туда сложились углы, получился r6π на 5, а с другой стороны, значит, с другой стороны мы знаем, что 2 плюс 4 по модулю 6, ой, по модулю 10, равно 6. Ну, там скажут, это не номер, 2 плюс 4 и так равно 6. Ну, смотрите дальше, смотрите дальше. r, поворот, ой, это вещественные числа, поворот без палочки. r, 7π на 5, и r6π на 5. Вот, смотрите, что мы делаем. Мы берем окружность и поворачиваем ее на 7π на 5. Вот эта стрелка перешла в стрелку часов, ну, куда-то сюда. Да? Ну, сюда. А теперь я совершаю поворот на 6π на 5. Да? Вот, смотрите, важен не процесс, процессы оставьте физикам, важен только результат. 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 Результат поворота круга на суммарный угол 13π на 5 это поворот круга на 3π на 5. Просто вот он, пожалуйста, я вообще именно так призываю объяснять остатки. Я остатки всегда рисую на круговой вот этой. Заодно привыкают к комплексным числам. Понятно, да? Вот. Значит, соответственно, это r 3π на 5 в абсолютно точном смысле слова. Это тот же приказ. Каждому человеку дан тот же приказ. Но и остатки тоже 7 плюс 6 по модулю 10 тоже равно 3. Поэтому видно, что здесь тоже имеется самый настоящий изоморфизм между группами. Остатки надо видеть как повороты окружности раздельные на 10 частей. Ну, в смысле, на m частей, где остатки по модулю m. Вот. Хорошо. Что еще мы здесь интересного откопаем? Что мы откопаем здесь? Значит, прежде всего хочу сказать, что группа диедра, которая соотносится с этим многоугольником, все эти группы диедра являются дискретными подгруппами в группе таких же преобразований, ничего не меняющих с кружком бумаги идеально вырезанным и покрашенным в одинаковый цвет снизу и сверху. Если говорить страшными словами, это уже группа ли или группа непрерывная или группа, в которой континуум элементов. Вот. То есть есть преобразование поворотов на любые углы, в том числе совершенно трансцендентно соизмеримые с пи. И есть отражения от любых осей, в том числе лежащих под углами трансцендента соизмеримыми с углом пи. Ну, то есть вообще любыми вещественными, ну, в данном случае не вещественными, это в плане как бы некоторого диапазона относительно пи, если мы берем, то от нуля до двух пи полуинтервал. Вот. И вот у меня правила действий здесь и здесь очень похожи друг на друга. Это почти одно и то же. Просто здесь бесконечное количество элементов и в этом списке, и в этом. А здесь конечное. Ну, а правила здесь и здесь таковы, что если я поворачиваю на некоторый угол, а потом совершаю отражение, то есть поворот, а потом отражение, это то же самое, что отражение на угол вдвое меньше того, на который я поворачивал. то есть я беру фи делю пополам, а вот эту прямую отправляю налево на фи пополам и новое отражение будет относительно это прямой. Дальше совершенно аналогично два отражения дают поворот на двойной угол, то есть бета превращается в два бета и получается поворот. То есть вот это вот вопрос, что там был вопрос, что если я один раз перевернул, потом другой раз перевернул. На самом деле возник поворот. То есть возникло разрешенное преобразование действия. Вот. Разрешенное относительно цветов. То есть я посередине, если не открывал глаза, не смотря, а жулишь, поворачиваешь, собака, да? Вот если этого не происходило, да, я не открывал глаза, не жулил, то я увидел поворот. Я не видел, что он его совершал через два отражения. Но это очень важно, совершать повороты через два отражения, потому что львиная доля вот вокруг теоремы Шаля, теорема Шаля это классификация движений всей плоскости. Там уже очень много разных движений, четыре разных вида движений, и у каждого из этих движений по нескольку параметров. То есть у поворотов по три параметра, у скорейсимметрии тоже три параметра, у обычных симметрии два параметра, у переносов два параметра. И то, как они друг с другом преобразуются, задается некоторой огромной матрицей композиций. Огромной, которую даже я наизусть не помню. То есть я примерно помню, какие возможные варианты в каждой клетке, но чтобы восстановить как по параметрам исходных преобразований определить параметры новых, это нужно серьезно постараться, это нужно как бы подумать головой. Ну и движения плоскости почти, ну они уже сложнее, чем движения сферы. Это уже сложнее. Например, примерно то же самое, как движения сферы, но там пропадает скользящая симметрия. Вот. Там, соответственно, что бывает у нас? Там бывает, бывает, если движение сферы не выворачивает ее наизнанку, то у нас вообще только повороты терема Эйлера. Вот. Кстати, со старшеклассниками можно вот этот сюжет, это очень красивый сюжет. Потому что там, значит, идет сферическая диаметрия, любые две прямые, то есть окружности большого круга обязательно пересекаются по двум противоположным точкам на сфере, и поэтому получается, что два отражения выворачивания сферы наизнанку, если их скомпозировать, получается поворот относительно соответствующей оси. Это такой самый простой доказатель стерео Мейлера о том, что у нас любое движение сферы есть поворот относительно некоторой оси на некоторый угол. Но если мы включаем еще и выворачивающие, то включаются скользящие, так сказать, переворачивающие повороты, то есть повернул и вывернул. Вот аналог скользящей симметрии, то есть провернул вокруг некоторой оси и вывернул наизнанку вокруг плоскости перпендикулярной этой оси, вокруг большого круга, который перпендикулярен соответствующей оси. Вот. Эта интуиция очень хорошо накоплена. Вот эта накопленная интуиция потом вам пригодится в исследовании проективной плоскости и метрики на ней, там, угловой. В общем, здесь есть прямые мосты в нормальную большую науку, просто вот самые прямые. Ну вот, это, значит, что касается сложностей. А теперь вернемся к более простым вещам. Значит, более простые... Ну, во-первых, дальше идут комплексные числа, понятно, да? После того, как мы изучили теорему Шаля, или хотя бы даже в момент, когда мы уже знаем про вращение окружности, вот просто даже в этот момент, уже можно говорить о комплексных числах. Арт-подготовка завершилась. Но это уже, понятно, не одна лекция. Это я рассказывал. Я начал с того, что я езжу по городам, и там, от школьникам читаю одну лекцию или два урока, да? Ну, понятно, на них можно только начать, это работал. Дальнейшее вот как бы этапно, поэтапно, поэтапно выводится на комплексные числа. Значит, когда вы разбираетесь с комплексными числами, первое, что надо понять, это что это за преобразование, там, ну, как-нибудь его сейчас назовем, какое-нибудь имя дадим ему, L, да? L, допустим. Преобразование L, которое индексировано комплексным числом, то есть оно соответствует комплексному числу и состоит в том, что мы любое другое комплексное число просто домножаем на данные, да? То есть вот на комплексные числа надо смотреть вот именно так, что самая существенная и сложная часть, ну, там со сложением все понятно, это сложение векторов. Сложение векторов даже в простой школе проходит. Там ничего сложного нет. Кроме того, как объяснить школьникам, что вектор, да, это некий класс эквивалентности, да, что на самом деле. Но у меня тут тоже наработанный есть некий язык. Почему вот эти два вектора одинаковые, спрашивают меня школьники? Почему? Как это понять? Ну, мы можем это заучить наизусть, но это же не то, что вы хотите от нас, да? Конечно, не то. Смотрите, почему они одинаковые. Посмотрите сюда. Я беру плоскость вот за эту точку, вот за эту точку, и смещаю целиком ее сюда, не меняя угла. Ну, то есть я совершаю движение плоскости в направлении вот этого вектора. Теперь я как бы возвращаю все назад, а мой друг берет за эту точку и движение совершает вдоль этого вектора, взяв за эту точку. У нас одно движение или разное получилось? Одно. Все. Ну, вот и ответ. Поэтому векторы одинаковые. Это вполне школьник убеждает. То есть вектор одинаковый, потому что параллельный перенос, который им соответствует, одинаковый. Вектор — это параллельный перенос на самом-то деле. А дальше уже мы можем договориться друг с другом, допустим, о том, чтобы их все отложить из одной точки. Да, пожалуйста. Да нет проблем, да? Отныне запрещаются любые взятия плоскости за места, кроме вот этого начала координат. Остальные места являются запрещенными интимными местами плоскости. За них брать плоскость нельзя. Можно брать только за одну точку, вот за эту. Вот. И тогда, соответственно, вот видите, вот если вот так, ну так, конечно, ученикам, наверное, не надо объяснять. Вот. А то у них возникнут какие-то нездоровые ассоциации, может быть, которые помешают дальнейшей работе. Вот. Но суть в том, что мы разрешаем только одно место во плоскости, и все движения должны быть за него взяты, за эту ручку. Вот у него ручка выросла, да? Вот здесь выросла ручка. И мы ее двигаем. И тогда понятно, что мы превращаем все векторы, торчащие из одной точки, тогда уже все как бы хорошо у нас, как бы векторы складываются по параллелограмму или по треугольнику. Но это сложение. А самое интересное с комплексными числями, это же умножение, да? Но это умножение, чтобы его почувствовать, нужно перевести обязательно на язык преобразований. Каждому комплексному числу соответствует преобразование до умножения на него. Если комплексное число равно нулю, то это что за преобразование? Тут школьники часто ловятся и говорят ID. Правильно, это схлопывание всей плоскости в одну точку. Это нифига не ID ни разу. Это тоже тривиальное. Есть тривиальное, есть тождественное, да? Есть в топологии начальной много теорем, про то, что тождественное не гомотопно-тривиальное. Но вот в данном случае у нас есть тождественное, есть тривиальное. Значит, ну в данном случае они все гомотопно пишут плоскость. Ну это уже так, к слову говоря. Короче говоря, это когда я взял всю плоскость, бах, и все в одну точку. Это не движение, не преобразование вообще. А какое соответствует ID? До умножения на что? Ну единицу, естественно. Ну а дальше, соответственно, мы начинаем вообще изучать, что произошло здесь, что произошло с расстояниями. Когда мы немножко поиграли с модулями комплексных чисел, мы можем легко понять, что с расстояниями происходит возрастание в одно и то же количество раз. Которое, вот сюрприз, равно как раз корню квадратному из а квадрат плюс b квадрат. То есть модулю комплексного числа, на который мы домножаем. Ну хорошо, тогда естественный вопрос. Состоит в том, чтобы вначале домножить на модуль, то есть сделать гомотетию относительно нуля, а уже потом домножить на остаток от того, что осталось. Да, что такое? Если я число на модуль поделил, комплексное, где оно теперь живет? Все, там же и живет, на окружности, вокруг которой сегодняшний наш разговор идет. Значит, соответственно, я хотел домножить на это, но на модуль уже домножил, все растянул, умножаю на это. Но если я домножаю на это, то расстояния не меняются вообще. А значит, это движение. Но движение мы только что в теореме шаре классифицировали. Все, мы знаем, что это за движение. Это движение, мы можем по нему понять, что оно сохраняет ровно одну точку на месте, если, конечно, не домножение на ровно единицу. То есть домножение на комплексное число, которое по модулю равно единице, но не равно единице как факт, как число, оставляет на месте ровно одну точку, а мы знаем из предыдущей квалификации, что ли, классифи... Классиф... Как это говорится? Классификации, правильно я выгорел? Из предыдущей классификации Лингвистика. Я только что сдавал часть ЕГЭ по общей сознанию и истории, просто ради прикола. Очень весело получилось. Можете посмотреть в интернете. Но это не на моем канале. Есть такой ЕГЭ с Валентиновичем. Вот он меня позвал, и я сдавал первую часть истории, первую часть... Ну, сдал, в общем, сдал. Ну, так, не очень хорошо. Но не на двойку. Но вот классификацию не могу выговорить, тем не менее. Так вот. Так вот. Если движение плоскости сохраняет неподвижный ровно одну точку, то это поворот. А значит, домножение комплексного числа... Домножение на комплексное число по модулю равной единицы является поворотом плоскости на угол. И тоже понятно, какой, потому что подставьте единицу, и она перейдет сюда, значит, ровно на угол, на аргумент этого числа. А значит, ну, как следствие очевидное, при умножении углы складываются. Так. Идем на последний этап наш. Сколько сейчас время? Две минуты на последний этап. Понял. Так. Значит, тогда одна минута на то, что если я здесь подставлю умножение, то будет очень интересная ситуация. Для того, чтобы остатки стали группой по умножению, нужно выкинуть все невзаимопростые с 10. Надо оставить только 4 остатка. 1, 3, 7 и 9. И это будет нормальная такая честная группа. 1, 3, 7, 9. Это группа остатков по умножению, естественно, с нейтральным элементом 1. И с порождающим 3 или 7, эта группа ровно так же устроена, как z по 4z, и все. Она изоморфна ей. То есть, если я тройку назову единицей, а семерку тройкой, а девятку обязательно двойкой, только здесь... О, правильно! Спасибо огромное! Именно так. То есть, вот это изоморфна этому. Но, например, вот это уже не получится, такой фокус не пройдет. 8z по умножению не будет изоморфна z по 4z со сложением. Почему? Потому что 1, 3, 7 и 9. 1, 3, 5 и 7, извините. В квадрате все дают единицу. И эта группа изоморфна, на самом деле, z по 2z в квадрате. То есть, группа... Ну, грубо говоря, что-то нечет. Группа из последствий что-то нечет из длины 2. Чет-чет с плюсом в качестве операции. Чет-чет плюс что-то нечет. Например, это что-то нечет. То есть, мы поэлементно плюсуем. Ну, а последнее, что я хотел сказать до начала обсуждения, это то, что есть еще один источник очень тонкого группового знания, теоретического группового знания, который не очень школьный, но для сильных старшеклассников подходит. называется эллиптические кривые. Грубо говоря... А там с той стороны есть где писать? О! Вот. Грубо говоря, y квадрат равно x кубе плюс 7, например, да? А почему я именно такую взял? Кто знает? Поднимите руку. Ну-ка, кто знает. Вот почему именно плюс 7? Вот школьники современные уже обычно в некотором количестве это знают. Не там ищите. Не там роете! Не там майните! Это подсказка. Тоже недостаточно подсказка. Это биткоин. Мы не майним. Это биткоин. Это та эллиптическая кривая, на которой основана вся механика криптовалюты биткоин. Современные школьники это уже знают. Ну, не все, но там типа по несколько человек в каждом таком крутом классе поднимают руку, говорят, ну, это вроде на ней биткоин, да, завязан. Но они толком не знают, как. Ну, понятно, откуда там нужны эти самые операции, да, с конечными полями, с этой, значит, кривой. Ну, там кривая, что там у нас получается? Она вот такая, да, получается. Ну, это над эр, над вещественными. Ну, и дальше как бы идея такая, что можно по двум точкам построить третью, но если я говорю, что сумма двух точек это третья точка на той же прямой, пересекающая данную, то у меня не получится группы. А гениальный Пуанкаре догадался, что брать надо вот эту точку, и если мы пишем теперь А плюс Б равно С, то мы получаем группу, и здесь очевидно все, ну, кроме того, что надо представить себе, что бесконечность есть наверху и внизу. Ну, на самом деле, это как бы, если взять проективную простость. Ну, суть в том, что мы считаем, что есть бесконечность, то есть как бы есть такие вот вертикальные прямые тоже можно проводить, и тогда бесконечность как раз будет нулем. Тут начинается всякая очень веселая механика. Ну, и все, кроме вот этого закона, все, кроме вот этого закона, будет очевидно. А вот этот закон будет очень-очень сложен. Я вам обещал ситуацию, когда ассоциативность сложна. Вот она. И это там лемма двух кубических кривых, которые, если имеют 8 общих точек, то они имеют и 9-ю. Это очень красиво. Было. Да, вчера. Да вы что? Так значит, эллиптические кривые тоже были, да, естественно? Была вот эта лемма. Да, но из нее же сразу следует вот это. А неужели было утаяно это? Ассоциативность сложения точек. Кожевник рассказывал теорему о трех кубиках. Вот, правильно. Так вот, смотрите, именно из нее следует статинность. Нужно провести нужное количество прямых, тут как раз все и выяснится. То есть, одну из кубик назвать тремя прямыми, другую еще тремя прямыми, а третью вот это. И применить теорему о трех кубиках. И все. И тогда статинность. Но на самом деле, если не знать, то это очень сложно. Вот это 16 веков. Вот это вот, понимаете? То есть, вот здесь это знал диафант, а это придумал Пуанкаре. Вот от диафанта до Пуанкаре, третий век, девятнадцатый век, причем конец, 16 веков непонимания, что ассоциативность верна. Только после этого, когда она вся расцвела пышным цветом, это, ну, самое красивое, что есть на свете, это эллиптические кривые. Это я вам гарантирую. Я просто даю вам голову на отсечение. Я последние пять лет просто фанатею. От них изучаю... Ну, я медленно продвигаюсь. Тупой. 47 лет уже, как бы, голова не очень. Но продвигаюсь, продвигаюсь постепенно. Ну вот, собственно, на этом я, пожалуй, и готов завершить наш с вами монолог. А теперь начинается диалог. То есть, задавайте вопросы. Ну, как бы, все будет по-честному. Поэтому, если я не могу ответить, я честно скажу, что я не могу ответить. А если могу, то отвечу. Как нет? Может, что-нибудь еще тогда рассказать? А, да. Я правильно понимаю, что кроме последнего, это все-таки все остальное для обычного скольника. Масконер, скорее всего, не из этого знает. Ну, скажем так. Знает. Ну, как бы знает. Но нужно не просто, чтобы он знал, а чтобы понимал, что это к группе ведет. Ну, к группам. Понятие группы. То есть... Ну, я надеюсь, что вы все-таки рассказ школьникам вы строите иначе, потому что еще бы нам рассказывали не про группы, а про то, как вы рассказываете школьникам. Ну, естественно. Я же не буду школьникам рассказывать про то, как я рассказываю школьникам, про то, как я рассказываю школьникам, про то, как я рассказываю школьникам против регрупп. Ну, да. понятно конечно да конечно да 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 то есть попросил бы заметить некоторые классические классические тогда уже можно говорить о понятно что я не знаю то есть я как бы мне кажется что любой вот любой учитель берет этот материал и лично сам вдохновенно выстраивает как он будет со школьникам беседовать и все то есть нет не вот мне всегда удивляют споры про методологию потому что один человек вот я делал так это правильно другой это я делал по-другому это тоже правильно да то что ты делать неправильно отога нет то что ты делал неправильно то есть на самом деле все правильно но если ваши школьники слушай значит это правильно нет и да и потом да они как-то ну что-то постигают математики нового да ну да по сути да я из этого исхожу то есть ну да 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 всегда ну достаточно чтобы несколько здесь начнет нет нет идеи там что я пришел там куда-то и по по результату все все поняли более того на самом деле если честно концу вот так сейчас начинается некоторая честность что концу любой моей лекции в любом городе как правило вырубается все кроме пяти или десяти человек и частью частью задачи является то что все осознают что здесь городе живут какие-то гуру которые почему-то понимают этот язык они вот вот эти остальные люди не понимают эта часть вот это важный момент чтобы видели что вот как бы математика это какое-то такое это что-то там ну что-то такое ограничить с какой-то магией до такой но вот интеллектуальная магия вот люди сидят и понимают то что ты не понимаешь очень важно показывать людям потому что ну как бы очень многие люди честно вот по стране я ездил много и общался с людьми самого разного так сказать самых разных профессий очень многие считают что на самом деле это все целиком очков стирательства что этого ничего нет что люди просто пилят деньги там какие-то грантовые сидят кабинетах и ничем не занимаются потому что то что написано учебник на самом деле понять нельзя и вообще ничего не означает я буду счастлив если в чем-то спонкары солидаризируясь то есть здесь важно показывать людям что это вот это не фуфло это реальное тяжелое знание которым может обладать человек если он там до этого был чуть более подкован чем вы да то есть вот это как бы воспитание какого-то благоговение через математик ну вот благоговение от математики вот это одна из моих миссий до чтобы все что благоговело перед математиками и перед математикой как таковой и мне кажется это ужасно важно вот это как бы может сказать вот это есть национальный приоритет номер один вот он как бы есть я бы написал первая национальная задача до россии воспитать благоговение перед математикой и математиками вот нет именно нет уважения мало уважать можно врача а вот благоговеть вот это другое да как а уже началось это отлично это же прекрасно да дальше я им я им даю knepa ссылку и пусть читают ну собственно дальше я уже ничего не знаю нет я просто говорю вот и вместе со мной но у меня время от времени в интернете нам от культ привет кстати блин я забыл же про рекламироваться да не ну так вот прям явном виде чтобы вот от культ привет это канал на которое приглашаю приглашаю всех и там в этом году появилась новая рубрика которая называется объясняют математику саватееву туда приходили горчинский финкельберг вологодский но есть еще много гостей которые какую-то простую математику рассказали гриша мерзон уже несколько раз был где тут здесь я увидел но не вижу ты за стойкой прячешься или ты убежал он убежал спрятался или чай пьет вот в общем бывают лекции такого уровня что я понимаю все а вот нескольких людей я приглашал так что я перестаю понять самый самый жесть это вот фенкельберг был вот это пол она я скажу честно что через пол лекции я практически ничего не понимал но я значит жадно это все записывал глотал и планирую планирую это все понять обязательно вот вологодский очень хорошее введение сделал в эллиптические кривые но не введение но тоже как бы на самом деле на вырост ну и как бы следующий и следующий призыв боты со мной то есть ну как бы иди сюда и боты со мной там все будет я сам совершенно не то есть что важно важно чтобы они понимали что я не работающий ученый я популяризатор да как там говорил профессор челленджер что самый маленький успех ученого лаборатории несравненно выше чем вот эти вот стервятники которые ездят и всем рассказывают вот но помните да это затерянный мир в этом плане да есть что-то в этом в этом что то есть я это отлично осознаю но я привожу вот идите сюда все а дальше чё и действует стекловку и занимайся математикой то есть дальше дальше все понятно так что еще а ну про биткоин я почти ничего не знаю кроме того что это кривая и описывает ну да но видимо почему то есть то я не знаю почему ответ такой я не знаю почему почему-то не знаю а ранг да ты имеешь ввиду ранг что такое ранг это сколько надо мне точек чтобы с помощью них задать все остальные ну там по модулю так называемого кручения кручение это когда я складывал складывал у меня бесконечность из 0 получился в результате то есть ну вот вот y квадрат равно x кубе плюс 1 возьмем да это кривая у которой у которой нулевой ранг нулевой хотя несколько точек на ней можно указать рациональных есть очень сложная задача доказать что множество рациональных точек на этой кривой ограничивается только пятью но если бесконечность ну бесконечность там в проективных координатах это рациональная . значит кроме нее пять настоящих это минус 1 0 0 плюс минус 1 и 2 плюс минус 3 все вот эти шесть точек складывая друг с другом проводя вот эти вот прямые мы получаем только те же самые точки никаких новых не получаем нет точки бесконечно что такое но там надо надо еще прибавить здесь от 6 вот вот это уравнение вот эта задача про q точки сводится к z точкам вот этой вот кривой и раздалбывается на двух страницах работы в кольце z от омега в кольце эзенштейна но это сложно это сложно я выводил это несколько лет назад хотел устроить даже три лекции на школе рыгородского про это и за два дня до начала понял что уже забыл как это делается вот сам вывел и уже забыл я и так с теоремой фирма при n равно 3 самое сложное что есть в моих лекциях вообще самое сложное что в моем исполнении есть это полный аккуратный вывод того что невозможно теорема фирма при показателе 3 верно что невозможно такое соотношение для целых положительных x и g и z но сами нулевых вот и это делается тоже за этот омега и там очень много всяких очень виртуозных шагов это или придумал в общих чертах это доказательство вот его я смог понять а это я сам вывел и понять не смог то есть я не могу выходить я и так всегда ошибаюсь когда это выхожу где-то я делаю ошибку чуть-чуть там мы вместе со школьниками выводим а это совсем сложно но тем не менее можно доказать что действительно все все точки вот такие и здесь нет точки бесконечного порядка здесь нет бесконечного количество точек на кривой если на кривое бесконечное количество рациональных точек значит говорится что ее rank ну как минимум один а может и больше теперь что такое ранг давайте забудем про всю конечную часть вот эту конечная проточки конечно порядка выкинем вообще все все что связано с ними из группы оставим ту часть те точки которые имеют бесконечный порядок. Вот какое минимальное количество точек надо взять, чтобы все остальные из них получились? Это и есть ранг. И есть трудная теорема Морделла 1930 года о том, что у любой эллиптической кривой конечный ранг. То есть ни для какой вообще кривой третьей степени, ну там с некими дополнительными... Давайте, чтобы не парить мозг. Для любой кривой вида х кубе плюс ах плюс б, но к ней сводится любая эллиптическая кривая, где а и b рациональные числа. Значит, для любой такой кривой ее ранг конечен. А теперь, внимание! Мы не знаем, есть ли ограничения сверху на предел возможности этого ранга. На сегодня, по-моему, известны кривые ранга типа 29, что ли, последнее, что известно. Но это надо отслеживать, потому что меняется каждый год. Ну или там раз в несколько лет. Это открытая вещь совершенно. Ну и никто не знает, верно ли, например, одно из двух. Верно ли то, что любая кривая имеет ранг не больше ста, да? Или что для любого там n существует кривая ранга большего n? То есть у всех конечный, но вот ограничены ли в совокупности или нет? Вот это вот открытый вопрос. Вот, так что... Ну это страшно красиво. Вообще такое впечатление, что вот отсюда начиналось в каком-то высшем смысле. Вот вся математика, она вот оттуда вот пошла и распространяла. Все сводится к кривым третьего порядка. Все сводится к электрическим кривым. Вот. Ну а почему 7 или не 7? Ну вот какой-то, наверное, там было удобнее людям, которые сочиняли этот биткоин, было удобно. Вот. Ну, в общем, дальше тут бездна всего. То есть дальше просто школьника надо заинтересовать. Когда он уже там сдал свой сервис, там вот у меня старший уже как бы по сервису поступил, теперь вот хорошо бы, чтобы он не продолжал олимпиадную математику, потому что это уже совершенно бессмысленно, а уже нормальную, как бы переходил к нормальной. Ну, то есть как только ты решил свои жизненные задачи поступить, куда-то, надо переходить уже к интересным задачам, либо к науке, либо просто к каким-то промышленной математике, что-нибудь там. Ну, вот так. Примерно так. На мой взгляд. Вопросы? Нет вопросов? А, про 100 уроков, 100, 100, 100, нет, 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 опыты. Значит, 100 уроков математики. Я начитал в филиппской школе, но я сейчас буду повторяться, потому что 2 года назад я это рассказывал. Я начитал в филиппской школе, они лежат, значит, в интернете. И он читал для трех подопытных кроликов, это все. И, значит, ну, это не математическая школа, то есть это читалось как бы для очень... Такая маленькая частная школа, отобралось 3 человека, которые с удовольствием это прослушали, были подопытными кроликами. Это лежит в интернете, но там, где оно лежит вот именно в 100, там плохое качество. А вот 20 уроков уже отсняты в очень хорошем качестве по гранту президента год назад. И там конспекты, упражнения, разбивка всякая, Children Science, Дети и наука фонд. Вот, вот он этим, этот фонд занимался этим, но когда пытались подать на следующую порцию уроков, был дан отлуп, что грант фонд президентов можно только один раз на одну и ту же. И возражение, что как же, это же новые уроки, неважно. Знаете анекдот про двух ментов? Идут два мента к третьему на день рождения. И один другому говорит, блин, что ему подарить-то, а? Ну давай книгу подарим. Да не, у него уже одна есть. Вот это вот ровно про эту ситуацию. Нет, ну все равно спасибо большое, конечно, что помогли с первыми двадцатью, но дальше так не работает. Но ничего, мы нашли одного замечательного бизнесмена, который взял на себя следующее некоторое количество уроков. Сейчас пятнадцать уроков будем записывать, я прямо вот возвращаюсь, тут же начинаю запись. И они тоже будут доделаться до этого супер качества. Вот этот же фонд «Дети и наука», Лена Селецкая. Я им очень доверяю, они все делают классно, круто. И, в общем, до этого бизнесмена было несколько бизнесменов, которые говорили, у них все дорого, они дорого делают, да? Ну я говорю, ну хорошо, если дорого, ищите где дешево, да? Ну как бы факт такой, что они делают хорошо, а дорого это или дешево, я не знаю. Но вот нашелся бизнесмен, который сказал, что это нормально. Вот, но это, ребята, дорого это, надо понимать, это не мне платить дорого, это там эти материалы все, вот это все, как это, ну, резать там, продакшн, да, называется? Вот, вот это все, вот это дорого. Но это не имеет значения, когда-нибудь это все, если, если, как бы, как, отечественная математика будет жить, знаешь, все будет доделано. Тогда надо клопать и апт, и спикеру, и спонсорам. Всем, 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 да, 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 да. Ну вот, спасибо.